Добрый день, уважаемые ребята! Сегодня у нас седьмой урок, третий четверти по курсу физики девятого класса. Начнем наш урок. И начнем мы его с повторения темы строения атома постулаты Бора. Ваша задача выполнить тест, выбрав правильный ответ из предложенных. Будьте, пожалуйста, внимательны. Какие из перечисленных ниже утверждений соответствуют постулатам Бора? И вам даны ответы. Электроны в атоме двигаются по круговым орбитам и при этом излучают электромагнитные волны. Атом может находиться только в стационарном состоянии. В стационарных состояниях атом не излучает. При переходе из одного стационарного состояния в другое атом излучает или поглощает энергию. Энергия атома не имеет определенного значения. Выберите, пожалуйста, правильный ответ. А теперь проверяем. Соответствует постулатам Бора два ответа B и V. Переходим к следующему вопросу. Чем отличается атом, находящийся в основном стационарном состоянии, от атома в возбужденном состоянии? Ответы. А. Числом протонов. В. Числом электронов. В. Расположение электронов на энергетических орбитах, расположение протонов и нейтронов в ядре. Проверяем. Конечно, атомы такие различаются расположением электронов на энергетических орбитах. Чтобы перейти в возбужденное состояние, атом должен поглотить квант энергии. Следующее задание. Что из ниже перечисленного является неверным, согласно теории Нильса Бора? Обратите внимание, нужно найти неверное. Ответы. А. Электроны могут двигаться по любым орбитам. Б. Электроны не движутся, а имеют определенные места на орбитах. В. Электроны движутся только по стационарным орбитам. И. Г. Электроны движутся вокруг ядра хаотически. Проверяем. В данном случае неверными являются ответы А, В и Г. А правильным, согласно теории Нильса Бора, является ответ В. Следующий вопрос. Энергия атома увеличилась. Что произошло с электроном в атоме? Ответы. А. Перешел с более высокой орбиты на более низкую. В. Перешел с более низкой орбиты на более высокую. В. Поглотил энергию, остался на прежней орбите. В. Передал энергию ядру. Будьте внимательны. Проверяем. В данном случае, раз энергия атома увеличилась, значит, он поглотил квант энергии. И при этом электрон перешел с более низкой орбиты на более высокую. И последний, пятый вопрос. Теория Бора количественно смогла описать А. Только атом водорода. В. Атомы водорода и гелия. В. Атомы первых десяти элементов таблицы Дмитрия Менделеева. И. Г. Атомы всех элементов таблицы Дмитрия Менделеева. Проверяем. Как вы помните, теория Бора была построена для атома водорода и испытала некоторые трудности в применении ее к другим элементам. Итак, вы ответили на пять вопросов. Оцените, пожалуйста, каждый правильный ответ одним баллом и поставьте себе отметку. А теперь мы можем перейти к изучению новой темы. Запишите, пожалуйста, тему урока. Фотоэлектрический эффект. Сегодня на уроке мы познакомимся с гипотезой Макса Планка, узнаем, какое действие может произвести свет с веществом, каким физическим законам он подчиняется, какими математическими формулами выражается и от каких характеристик зависит свето и вещества, соответственно. И также познакомимся с вкладом ученых в изучении фотоэлектрического эффекта. Начнем с работы в терминологическом словаре. Термин фото. Конечно, вы это слово слышали много раз. Его происхождение греческое, а переводится фото как свет. Эффект – это латинское действие. Значит, получается, фотоэффект – это действие света. Таким образом, мы перевели термин, изучению которого посвящен урок. Поговорим о завершении классической физики. В конце XIX века многие ученые считали, что развитие физики завершилось по следующим причинам. Более 200 лет существуют законы механики и теория всемирного тяготения. Уже разработана была молекулярно-кинетическая теория строения вещества. Подведен прочный фундамент под термодинамику. Завершена теория электромагнетизма Джеймса Максвелла. Открыты фундаментальные законы сохранения энергии, импульса, момента импульса, массы и электрического заряда. В конце XIX – начале XX века были открыты рентгеновские лучи Вильгельмом Рентгеном, явление радиоактивности Анри Беккерелем и был открыт электрон Джозефом Томпсоном. Представлена теория относительности Альбертом Эйнштейном. Однако у классической физики не было объяснений этим явлением. Специальные опыты подтвердили справедливость гипотезы Максвелла об электромагнитной природе света. Можно было бы предположить, что излучение электромагнитных волн нагретыми телами обусловлено колебательным движением электронов, но это предположение нужно было подтвердить сопоставлением теоретических и экспериментальных данных. А теория относительности Альберта Эйнштейна потребовала коренного пересмотра понятия пространства и времени. Макс Планк высказал гипотезу, что атомы испускают электромагнитную энергию отдельными порциями, квантами, а энергия каждой порции прямо пропорциональна частоте излучения. Мы уже говорили о гипотезе Планка на прошлом уроке. Энергия кванта представлена формулой E равняется h ν, где h – это постоянная планка, ее нужно смотреть в таблице физических констант а ν – частота излучения. Таким образом, энергия порции кванта пропорциональна частоте излучения. Таким образом, Макс Планк указал путь выхода из трудностей, с которыми столкнулась теория теплового излучения, после чего начала развиваться современная физическая теория, называемая квантовой физикой. Созданная им квантовая теория перевернула многие представления научного мира. Рассмотрим опыт Герца, схема которого сейчас на экране. Цинковую пластину, обозначенную цифрой 1, соединенную с электроскопом, обозначен цифрой 2 на схеме, заряжают отрицательно и облучают ультрафиолетовым светом. Я думаю, вы нашли все элементы схемы на рисунке. В результате облучения ультрафиолетовым светом отрицательно заряженной цинковой пластины она быстро разряжается. Обратите внимание, сейчас у нас схема опыта немного поменялась. Световые лучи, проходящие через сетчатый положительный электрон, он обозначен пунктирной линией слева на рисунке, попадают на отрицательно заряженную цинковую пластину. Она обозначена на рисунке. И выбивают из нее электроны, которые устремляются к сетке, так как она заряжена положительно. И при этом создается фототок, регистрируемый гальванометром. То есть свет выбивает или вырывает электроны из металла. А теперь работаем с определением. Внешним фотоэффектом называется испускание электронов веществом под действием электромагнитных излучений. Электроны, вылетающие из вещества при внешнем фотоэффекте, называются фотоэлектронами, а электрический ток, образуемый ими при упорядоченном движении во внешнем электрическом поле, называется фототоком. Вот фотоэффекты называются внешним, потому что электроны уходят из вещества вне. Но есть также и внутренний фотоэффект. Это фотоэффект, при котором оторванные от своих атомов или молекул электроны остаются внутри освещаемого вещества в качестве свободных. Немного истории. Александр Григорьевич Столетов, русский физик, заслуженный профессор Императорского Московского университета. Получил кривую на магничивание железа, систематически исследовал внешний фотоэффект, открыл первый закон фотоэффекта и другие, исследовал газовый разряд, критическое состояние вещества и некоторые другие явления. Основал физическую лабораторию в Императорском Московском университете. Рассмотрим экспериментальную установку, созданную Александром Григорьевичем Столетовым для изучения фотоэффекта. Стеклянная колба или вакуумный баллон определенной формы, обратите внимание, особенной формы. Эта колба имела кварцевое окно, через которое попадало излучение внутри трубки. Также обратите внимание на кварцевое окошко. В отличие от стекла, кварцевое стекло пропускает ультрафиолетовое излучение, которым пользовался еще и Герц в опытах. Внутри стеклянной колбы есть электроды, катод, заряжаемый отрицательно, и анод, заряжаемый положительно. Есть ключ, позволяющий менять знаки заряда электрона, катода и анода, на противоположные. И есть реостат, который включен как потенциометр для регулирования напряжения. Об этом вы узнаете в старших классах. И обратите внимание, есть электроизмерительные приборы, и вот показан ключ особый. С помощью этой установки Столетовым были установлены количественные закономерности фотоэффекта, то есть его математические законы. Первый закон фотоэффекта. Фототок насыщения пропорционален световому потоку, падающему на металл, так как первоначально в опытах брали металлы. Так как сила тока определяется величиной заряда, а световой поток энергии светового пучка, то можно сказать, что число электронов или их количество, выбиваемых светом с поверхности вещества за одну секунду, прямо пропорционально поглощаемой за это время энергии световой волны. Следующий закон, второй закон фотоэффекта. Кинетическая энергия фотоэлектронов зависит от частоты и не зависит от интенсивности падающего света. И есть третий закон, который иногда просто формулируется без обозначения третий закон. Для каждого вещества существует красная граница фотоэффекта, наименьшая частота, при которой еще возможен фотоэффект. Вот такие закономерности были открыты Александром Григорьевичем Столетовым, который изучал фотоэффект. Поговорим о красной границе. Для каждого вещества существует так называемая красная граница фотоэффекта. Она является наименьшей частотой, ν минимальная, при которой возможен еще фотоэффект. Обратите внимание, так как λ, длина волны, связана с частотой ν, известной формулой, λ равняется c разделить на ν, то минимальной частоте света соответствует максимальная длина волны, так как мы видим, что связь между длиной волны и частотой обратно пропорциональная. И поэтому можно такую формулу написать, что минимальная частота равна отношению скорости света к максимальной длине волны, вызывающей фотоэффект. Заменяя в приборе материал фотокатода, Столетов установил, что красная граница фотоэффекта является характеристикой данного вещества. Обратите внимание, что эти формулы позволяют определить работу выхода А электронов из металла. Следовательно, работа выхода равна либо h ν минимальному, либо hc делить на λ максимального значения. Работа выхода зависит от природы данного вещества и состояния его поверхности. Среди металлов наименьшей работой выхода обладают щелочные металлы. Работу выхода электронов из вещества определяют по таблицам. Она так и называется – работа выхода электронов из металла или из вещества, потому что кроме металлов применяются также и их оксиды, например, оксид бария. Работа выхода во внешнем фотоэффекте – это минимальная энергия, необходимая для удаления электрона из вещества под действием света. Единицами измерения работы являются известный вам джоуль, но в атомной физике, в квантовой физике применяют еще и другую величину – электрон-вольт. Эти единицы связаны соотношением. Один электрон-вольт равняется 1,6 на 10 минус 19 степени джоуля. И мы будем пользоваться этим соотношением при переводе единиц. Теперь мы с вами вернемся к истории. Альберт Эйнштейн – физик-теоретик, один из основателей современной теоретической физики, лауреат Нобелевской премии по физике 1921 года, общественный деятель-гуманист. Жил и работал в Германии в соответствующие периоды, Швейцарии и Соединенных Штатах Америки. Почетный доктор около 20 ведущих университетов мира. Член многих академий наук, в том числе иностранный почетный член Академии наук Советского Союза с 1926 года. Альберт Эйнштейн – автор более чем 300 научных работ по физике, а также около 150 книг и статей в области истории, философии и науки, публицистике и многого другого. Он разработал несколько значительных физических теорий. 1905 год вошел в историю физики как год чудес. Именно в этом году Альберт Эйнштейн представил математическую теорию фотоэффекта. При этом он развил идею планка свет не только излучается и поглощается, но и существует в виде отдельных квантов, а до этого свет считали волной. Его уравнение для фотоэффекта выглядит так. Hν, то есть энергия кванта, равняется А, работе выхода электронов из вещества, плюс кинетической энергии. Вот суть этой формулы заключается в том, что энергия фотона расходуется на работу, необходимую для вырывания электрона, а остаток переходит в кинетическую энергию электрона, и они приобретают скорость. Исследования фотоэффекта были одними из самых первых квантово-механических исследований. Эти исследования показали, что вопреки классической электродинамике, энергия вылетающего электрона всегда строго связана с частотой падающего на вещество излучения и практически не зависит от его интенсивности. Конечно, вы знаете и о том, что все открытия физики ставятся на службу человеку. Каково же применение фотоэффекта? Оно связано с вакуумным фотоэлементом. Рисунок вы видите на экране. Элемент состоит из стеклянного баллона. Он имеет внутри светочувствительный катод. Это внутреннее покрытие части баллона. Оно указано на рисунке серым цветом. Есть внутри анод в форме петли металлической, а также вы видите окошко для доступа света и особенного вида цоколь для соединения фотоэлемента в цепи. При попадании света на катод с его поверхности вырываются электроны и движутся к положительно заряженному аноду, то есть к петле. Возникает фототок. Нет освещения – нет тока. Есть освещение – есть ток. Достоинство этого устройства фотоэлемента – его практическая безинерционность, то есть только появился свет, и тут же появляется фототок. Нет инерции. Фототок пропорционален световому потоку, который падает на внутреннюю область катода. Но недостаток тоже есть у фотоэлемента – этот ток очень слаб, малая чувствительность к длинноволновому излучению, то есть, например, к лучам красного цвета, сложность в изготовлении, внутри находится вакуум, и нужно откачивать воздух. И этот прибор не может быть использован в цепях переменного тока. Тем не менее, сегодня в промышленности работают десятки тысяч автоматов, оснащенных электронным зрением. Электронным глазом у них служат фотоэлементы. В основе работы, как мы понимаем, этих приборов лежит фотоэлектрический эффект. Вакуумные элементы используются в турникетах метро. Это система пропуска пассажиров метро. Как известно, метро перевозит миллионы пассажиров, поэтому пропуск просто человеком был бы затруднен и создавались бы огромные очереди. Таким образом пропускает пассажиров метро фотоэлемент, как вы видите слева на экране. Также фотоэлементы применяются широко в системах защитной и аварийной сигнализации. Фотоэлемент мгновенно останавливает мощный пресс, если в опасную зону попадает рука человека. Вы видите такие устройства на экране справа. Применяются фотоэлементы в фотоэкспонометрах, в военной технике, в системах связи, считывании световых сигналов, проходящих через звуковую дорожку кинопленки и во многом-многом другом. Что же нужно вам, ребята, знать, изучив данную тему? Какое явление называют фотоэлектрическим эффектом? Какие опыты доказывают существование фотоэлектрического эффекта? Законы фотоэлектрического эффекта. Также нужно выучить уравнение Эйнштейна для фотоэлектрического эффекта. И, конечно, вклад ученых в развитие теории фотоэлектрического эффекта. Вы можете подвести итог своей работы на уроке, выбрав соответствующий смайлик и позицию. Я доволен своей работой на уроке. На уроке я работал неплохо. И на уроке мне было трудно. В этом случае нужно еще раз проработать материалы учебников или того материала, который даст учитель. Вы можете также смотреть телеуроки по указанной ниже ссылке в любое удобное для вас время. А наш урок на этом окончен. Желаю вам успехов в домашней подготовке. Спасибо всем за внимание. До встречи на следующем уроке. До свидания.